Это мировоззрение, это жизневосприятие всего и вся. Так вот, это специально пытаются уничтожить. Наша задача с вами, мне кажется, не допустит. Я в книге своих это пытаюсь делать. Что еще хотел сказать по этому поводу? Знаете, что недавно вышла на сайте, выставлена моя новая книга, сказ о Ясном Соколе, прошлое, настоящее. И, в принципе, поступают некоторые письма и так далее, что, типа, ну, и интересно и так далее. Но единственное, что хочу сказать. Вот один читатель мне прислал письмо. Вот вы ошибаетесь. Вот железные сапоги – это не образ дальнего расстояния. Это магнитные ботинки, которые пользуются астронавтами. И что железный хлеб – это не образ, опять-таки, дальнего расстояния, а это в тюбиках едок наши космонавты используют. Понимаете? Я понимаю, почему у человека возникает такая ассоциация. Человек проецирует привычный понятие. Ну, во-первых, железные ботинки используют только в фантастических фильмах. Я видел, показываю, что наши даже космонавты этим не пользуются. Как вы знаете, они в космических станциях, они летают, даже парят в невесомости. То есть они не сидят прицеплены к полу металлическими ботинками. Так что это только фантасты показывали, что металлические ботинки и так далее. И фантасты показывали так, опять-таки, они проецируют свое собственное понимание того, что должно быть. Вот летит корабль и вот такие-таки вещи. Но, опять-таки, как можно проецировать что-то, если вы даже не знаете о том, что вы говорите? Вот корабли, которые проходят с пространства с скоростью больше, чем скоростью света, они, во-первых, сворачивают пространство вокруг себя. И поэтому внутри них существует искусственная гравитация, которая не нужна некие ботинки, чтобы и так далее, и так далее. И к тому же тюбики для еды, во-первых, вы тогда написали бы не хлеб, а тюбики, правильно? Это, опять-таки, почему думают, что цивилизации, которые владеют техникой, воногу врос выше, должны использовать такие же примитивные способы, которые сегодняшняя космонавтика используется сейчас. Если бы эта космонавтика уже достигла высоких результатов, хотя бы к соседней планете долетела бы, к Марсу еще не долетела позиция, никогда еще не высаживали люди на это, то тогда можно бы сказать, вот, мы достигли чего-то. А на самом деле еще далеко-далеко. Но вот это проецирование привычных представлений, которые для нас привычны, на то, что нам совершенно неизвестно, это большая ошибка. Понимаете, это не только связано с там железными сапогами, там железными хлебами, это связано с многими вещами, потому что нельзя проецировать на качественно новое явление то, что связано с совершенно другими явлениями. К примеру, чтобы было понятно, вот вы идете по твердой земле, и перед вами плоскость воды, она тоже плоскость, правильно? Так же, как, допустим, пол здесь ровненький, гладенький и тому подобное. Вы проецируете, что если плоская, вы видите плоскость, ну, как-то не шевелится, не движется, значит, эта твердая поверхность может встать и пойти. Много у кого получалось пройтись по воде? Не очень много, правильно? Вот пример такой простой на обыденном уровне проецирования, что вот если плоскость есть, по которой можно ступить, значит, по ней можно идти. Не получается, понимаете? Вот это простой пример, как нельзя проецировать, даже на таких вот, в таких маленьких пределах различий, нельзя проецировать привычные понятия на совершенно другие. Перед тем, как с вами распрощаться, значит, в ходе обсуждения появилось, поступило нескольких разных типов просьб, друг друга исключающиеся. Допустим, одни просили, ну, это во-первых, женщинам касается, освободить их от последствий абортов по возможности, я это сделаю сейчас. Другое – освободить от отпечатков, я тоже постараюсь это сделать. Так что те, кто из женщин, кто хотят освободиться от последствий абортов, сейчас просто настройтесь, мужчинам не настраиваться. Иначе может произойти катастрофа. Шутки шутками, а в каждой шутке из доли шутки. Вот, поэтому женщины, которые задавали вопрос и желающие к ним присоединиться, пожалуйста, просто настройтесь, сейчас я поработаю с вами, а потом поработаю те, кто желает освободиться от отпечатков, а потом уже со всеми остальными, кто хотят освободиться от открещения, там, блокировок и так далее, и так далее, уже со всеми, там уже и мужчины, и женщины одинаково можно использовать, работать. Хорошо, значит, те, кто не хотят освободиться от последствий абортов, пожалуйста, подумайте об этом. И сейчас поработаем. Так, ну вот, теперь те, кто отпечатков, тоже к женщинам только. Так, ну вот, тоже. А теперь, так сказать, все, кто хотели, кто спрашивал, опять-таки отпечатки, так сказать, от крещения, блокировки, все, кто желает, попробуем помочь с ними, от них избавиться. Так что, кто желает, кто не желает, пускай остается чем совсем, совсем, то есть никто не будет против вашей воли. Значит, все, кто хочет, просто подумайте, от чего вы хотите избавиться, и я просто хочу помочь. Так, ну вот, сейчас у нас уже время подошло, поэтому, так сказать, я хотел полагать всех вас сегодня, что вы нашли время сегодня прийти, надеясь, в чем-то мои ответы помогли вам разобраться. К сожалению, конечно, опять-таки, это не целенаправленная лекция по определенному направлению, это ответы на вопросов, но это именно встреча с читателями, и я отвечал на вопросы читателей, постарался максимально это сделать. Так что, надеюсь, все равно польза не только тех, кто задал вопрос, но и тех, кто не задавал вопрос, они получили, вы получили. Я благодарю вас, желаю вам успехов, надеюсь, мы вместе изменим мир. Спасибо.